Вольеры изолированы, обед и ужин строго по расписанию. Порядки, как видите, армейские. Этих собак не нарядишь в смешные костюмчики и не возьмешь на прогулку с подругами. Их задачи посерьезнее будут. Пара десятков килограммов в таком костюме зато гарантированная защита от укусов. По команде ФАС собака прыгает на нарушителя и удерживает его до тех пор, пока тот не прекратит сопротивление. Главное сейчас меньше двигаться. Все, тихо-тихо, все хорошо. С задержанием справились, теперь займемся обыском багажа. В одной из этих семи сумок находится симулятор наркотического средства. Спаниелю по кличке Рэм предстоит его обнаружить. Кстати, у вас есть возможность проверить и свою интуицию. Руководствуясь не жестым чувством, а бесценным собачьим нюхом Рэм проверяет все объекты. Кажется, нашел. Но нет, следует дальше. Чуть позже собака все же вернулась к сумке под номером 7. На поиск затратила 25 секунд. Теперь для кинолога важно распознать сигналы, которые подает его четвероногий помощник. То есть в данный момент собака обозначает своим поведением наличие наркотических веществ и поощряется опортировочным средствам. И служебно-розыскная собака превращается в игривого щенка. Хотя Рэм внешне не похож на полицейских овчарок. Этот опытный спаниель в сравнении со здоровяками-сослуживцами имеет массу преимуществ. Именно вот эта порода собака. Она более компактна, она удобнее в работе. Что где-то в автомобиле, где-то там, допустим, фуру остановят с грузом. Надо досмотреть. А большая собака, овчарка, допустим, она громоздкая. Служебная собака уже давно незаменима благодаря своему чутью. Это специалист с тройным предназначением. Преступника обезвредит, наркотики найдет и на след выйдет. Не так давно у нас был пример, когда собака смогла раскрыть дорожно-транспортное происшествие, темное так называемое. Хотя собаки обычно по нему не работают. Было совершено ДТП, выехал на место кинолог. И собака смогла выявить направление, куда уехала машина, совершившая ДТП. Провести фактически до дома правонарушительную. И там уже была обнаружена машина с характерными повреждениями. Нетипичный случай, но, тем не менее, собака там сработала на все 100%. Умничка, малышка. Да? Хорошо. С виду грозная, зато в руках у хозяина добрая и ласковая. Александр и Ксандра. Их имена звучат почти одинаково. Даже и не скажешь, что этот молодой инспектор и пятилетняя овчарка знакомы всего неделю. На первой встрече Ксандра все же показала свой непростой характер. Через укусы, через царапины. И после пары часовых работ с собакой, значит, нашли общий язык. Теперь снюхались, как говорит Александр. Ксандра пока еще команду выполняет медленно. Александр, сидеть. Сидеть. Но в беде напарника точно не бросит. У кинологов и собак обычно дружба крепкая. Собака, как говорится, друг человека. Она обязана защищать. В первую очередь своего напарника. В фильмах служебные собаки воплощение смелости и преданности. Наверное, это тот самый случай, когда быль и кинематограф говорят в один голос. Друга и напарника, вернее собаки, человеку пока еще не удалось найти. Ксения Ероменко, Алексей Зайцев. Утро в твоем городе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok